В прошлом году в Ставрополе обновили семь городских пространств. Среди них проспект Октябрьской революции, территория возле центра ЧП «Авец», а также спортивная площадка для активного отдыха взрослых и детей в районе Краевой больницы. С каждым годом город становится все более красивым и комфортным, а выбирают места для благоустройства сами ставропольцы. Иван Пальцев голосует каждый год. Он не только сам принимает участие, но и помогает наладить работу волонтеров для помощи жителям города. В его воспоминаниях самое начало работы программы и голосование на бумажных бланках. С тех пор процесс сильно изменился. Конечно, каждый год, как только объявляется голосование и организуем процедуру, то есть волонтеры наши на различных точках работают для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за ту или иную территорию для благоустройства. Ну и сами мы, конечно же, активно участвуем. Потому что, опять же таки, и так долгие годы люди, скажем так, не особо выбирали, что будет происходить с городом и так далее. А сейчас это непосредственно инструмент вовлечения граждан в общее дело, в общее улучшение нашего города. Поэтому это очень крутая история. В рамках проекта реконструируют исторические и важные для Ставрополя места. Это Комсомольский пруд, проспект Октябрьской революции. А еще создают общественное пространство с нуля. Таким местом стал сквер Героев России. Здесь оформили природные зоны России. От пустыни до тундры. Кроме того, на территории сквера построили экстрим-парк. Сквер Героев России, наверное, одно из таких притягательных мест, в том числе когда-то с ребенком. Там огромное количество площадок, то есть можно уйти на целый день и просто там пропасть. Это, наверное, одно из самых таких любимых мест. В этом году голосование также не прошло без участия Ивана. По его мнению, важно уделять внимание районам, в которых давно не проводилось благоустройство. Голосовал за территорию по благоустройству в районе Нептуна. Потому что, опять же, многие места преобразились, которые в центре. Ну вот пора, возможно, выходить уже чуть-чуть дальше центра. Это север, юг также благоустроен. Поэтому хочется уже большего охвата именно по территории города. Всего в этом году в голосовании участвуют 13 проектов. И многие из них в отдаленных местах от центра города. Подземный пешеходный переход по проспекту Кулакова – любимое место уличных художников Ставрополя. Но давно требует обновления. Это пространство участвует в голосовании по проекту формирования комфортной городской среды. Здесь могут обновить входную группу, напольное настенное покрытие, а также установить освещение.